здравствуйте друзья такой картины начинаю я сегодня свое видео потому что у меня с вечера всю ночь стояла вот это растение вот в таком виде напитывая свои воздушные корни смотрите какие они зеленые то воздушные корни влагой вот эта мокрая салфеточка чтобы потом я могла пересадить безболезненно вот это растение из горшка девятки если вы видите горшок вот такой прекрасный прекрасный горшочек архит от кого-то у меня достался для влезть вот замочил я его на ночь с миносилом для того чтобы антистресс был ну вы меня поняли да надо убрать кстати он уже сколько осталось мало вкусняшечки очень хорошо себя показал этот препарат поэтому я его использую в крайних случаях не каждый день ой вылила заставки вот а здесь растение было грибком каким-то атаковано но я его периодически протираю и вот вроде новый листик чистенький растет это механическое повреждение давайте приступим пересадки вот и начинается пересадочка так не убрала это суда пока без вас ничего не делала тряпочку снимаем занавес такие зеленые корни воздушные просто загляденье ну целую ночь конечно растение это убрать то господи провело корнями в воде пока так и водичку уберу внизу я тоже наливала с тем же антидепрессантом водичку ну тут придется разрезать горшок много очень корней орхидея пульсации номер 122 номерок у нее будет изъят и она просто останется пульсация это 2 орхидея то есть это дубль наконец-то она цвела буду ее наверное продавать отдавать и так далее отсылать если кто-то захочет а не захочет будет жить продолжать у меня вот как 2 пульсация до грунт здесь засоленный вот так сверху вам покажу и не знаю видно вот так вот поближе я поднесла там белый налет на коре это вот как раз таки солевые отложения от полива и просто от поливочной воды даже без удобрения такое может быть поэтому можно не пугаться можно периодически верхнюю часть такого грунта вот сверху вот вот он белый хорошо видно просто убирать и заменять на что-то другое например новый грунт все крышки бывают обжигаются закукливаются или усыхают когда касаются таких кусочков тогда это прямое показание для замены верхнего слоя грунта прекрасные корни дивные проросшие не хочется мне конечно их травмировать но я я даже не знаю как здесь можно их выстричь потому что они прям ну очень плотно здесь сидят в этой маленькой дырочки такие просочились и выросли здоровые вот смотрите какие давайте наверное я сейчас извлеку вы знаете как я выстригаю орхидейку сейчас я извлеку и тогда снова включу видео ну намучилась я честно сказать смотрите что осталось от горшочка поцарапала конечно же корни эти несчастные внизу которые пробились ну это были минимальные потери которые по-другому никак просто что мы тут видим давайте я вам поближе покажу так это все выглядит шейка не длинная ну корнях слава богу еще немножечко раствором тем самым сминосил я корешку корешку корешки немножко увлажню так посмотрю насчет листьев чтобы плести надо удалять или нет тут вот сверху листьев идут два корня не хочется мне наверно придется эти два листа удалить чтобы корни пошли в посадку да так без сожаления два листочка удаляю следом идут вот были большие листы смотрите следом идут листочки поменьше это перерождение орхидеи которые в новые условия попала и благополучно адаптировалась сейчас уже поэтому я думаю что в данный момент после окончания своего цветения она вполне себе сможет благополучно нарастить корневую в новом горшочке еще подсвести осенью например здесь около шейки есть испорченный виламин я его снимаю а дальше идет нормальный корень целиком корень удалять не буду есть внизу шейки засохшие пенечки от листиков их я тоже снимаю удаляю пипочку нижнюю вот эту шейки тоже удалю сухая да тут еще старого цвета носа пенечек можно срезать что я сейчас и сделала ну и так все хорошо использовать грунт повторно из-за ее посадки я не буду он засоленный весь орхидей к это с двадцатого года с июля уже почти два года растет до в этом горшочке вот это тоже нужно ли снимать такой большой шикарный лист но сверху него уже один лист высох там от него остаток виднеется папа ничего и листья нарастут и все будет хорошо будет куда расти корням тут вот закукленный корень был сейчас я вам покажу там черный местечко и остов от сухого листика когда-то уже опавшего раньше срока возможно он был как раз таки корнями подпорчен разорван поэтому он высох питание листу не поступало и бывает такое что посередине лист от стволика отсыхает главное не паниковать все будет хорошо и трезво оценивать ситуацию до маленький пенечек вот с этой стороны от листика остался убираю все что могу убрать потому что это будет засыхать это будет разлагаться где-то может намокать так и от сухого листика тоже постараюсь убрать так вот все убралось вроде вот одна тут осталась вот эти черные закуклившиеся корешочки которые не смогли пробить листик вот они сейчас они вполне смогут пробиться вот этот маленький листик тоже убираю короче ира пошла в разнос все начисто по удаляла все что мешало да все что нажито непосильным трудом неправда надо ждать корням возможность расти дальше листья из-за этого будут расти сверху чистые новые растение после пересадки не буду поливать она ночь напиталась вкусненьким аминосильчиком очень мне понравился но я его экономлю использую только в критических ситуациях ну вот смотрите что получилось столько корней сейчас возможно такие длиннющие корни они где-то потреснут что-то возможно я уже надломила но без этого зачастую не обходятся и горшочек горшочек дырявый что-то упало что-то сыпется из меня уже песок положу вниз единственное пеностекло немного пеностекла и буду закручивать буду не знаю буду так аккуратно сама дыхание затаила закручиваю кручу верчу запутать хочу давай 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 в дырку просунулся корень ну-ка давай обратно такой по размеру подходящий горшочек не заставляй меня горшок эти искать тебе другой присаживается красивый мой нарядный давай ну еще немножечко ну пожалуйста пожалуйста чего ты там не хочешь чего-то там застряла все ну все я просто все вот сейчас другой пойду горшок брать есть у меня на примете один вот такой горшочек я подобрала он выше предыдущего и буду сейчас пробовать оформлять орхидейку туда еще немножко положу сюда коры весной вот такой кубика и можно будет чтобы уж совсем не на воде лежали корни ну давай моя красавица красавица нравится не нравится помещайся красавица так что у нас один корешок вижу так два вижу потреснули но без этого вот ну нет мне обошлось бы я это знала где-то один пропустила корешок беломен спорченный в итоге смотрите раз два три 4 листочка я отрезаю так все теперь начинается укладывание пазла пазла использовать я буду коротую самую лесную порезанную необработанную и туда вот добавлять раскладывать будет хорошая аэрация так я подостаю вот у меня зимняя покупка еще я как куплю так мне надолго хватает тем более сейчас орхидеи как-то кучно я не пересаживаю потихонечку понемножечку надолго так хватает там метров двадцать купишь коры замечательно ну прости меня дорогая ну под треснули у тебя корешочки я как могла я на ночь замочила вот честно ничего плохого не хочу тебе давай только с тобой дружить я тебя не буду поливать пару дней чтоб ты затянула свои раны ой я с заботой и с пониманием отношусь вернув после посадки на прежнее место чтобы минимизировать стресс так но корни конечно капец сколько и не протолкнешь здесь будет много воздуха но так как система закрыта и этот влажный воздух он будет все-таки питать орхидеи так жалко один треснутый крышочек такой новенький молоденький еще даже не особо длинный не надо печалиться не надо печалиться и так хватает жизни печали вот получается что собственно одна кора посадки и все только кора поливать буду по краю горшка оставлять водичку где-то на палец вот так внизу все орхидейка будет дышать будет пить длинными своими корнями которые вниз пошли передавать эту влагу наверх удовольствие и также вращивать в посадку дальше свои корешочки все равно печалька есть орхидея не шатается хорошо сидит может быть сюда еще один кусочек сейчас чтобы она уж точно никуда не убежала хидейка ну-ка ну-ка это шапка шаткая коренка вот здесь лежит мне хочется чтобы упор был чтобы был упор на что-то таких тоненьких фигурки здоровая кора очень найдется сегодня в общем как то так получилось что шейка она просто висит в воздухе но корни вот видны посмотрите какой здесь воздушный карманище прекрасный вот вот так вот так выглядит орхидейка сейчас вернется она на свое законное место листочки от грибка я лечила фитоловином потом бордоская жидкость была у меня еще я протирала листочки перекиси водорода и и не вспомню еще чем-то какой-то японский препарат от всяких там разных заболеваний вот им тоже я обрабатывала думаю может быть еще попробовать человеческий антибиотик ну посмотрим как пойдет сейчас вроде листики нормальные но все таки можно подстраховаться я думаю чтобы если вдруг орхидейка поедет к новой хозяйке хозяин или хозяйки то чтобы эта беда не случилось новыми листочками заболевание грибковая ну все собственно на этом видео я заканчиваю огромное вам спасибо за внимание длинных вам корешочков здоровеньких листочков и красивеньких цветочков таких примерно до скорых встреч